МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы в прошлый раз рассматривали вопрос о становлении. Эта категория, как вы понимаете, в обыденной жизни редко так употребляется. Она очень важная, потому что многое существует в становлении, и она самая простая форма движения, какая только есть. Вот вы, ну, скажем, пиарщик, да? Вы пиарщик или пиарщик становления? Пиарщик становления. Становления, правильно? Потому что вот некоторые там, у меня там историков спрашивают, а историк, они как-то так, нет, я не историк. Ну, да, а что туда-сюда вы пришли? То есть готова, конечно, историком не является. Но если он студент-историк, он же историк, ну, становление. Конфликтолог, конфликтолог становления. Все студенты становления. Можно сказать, что девушка – это мать становления, правильно? Можно так сказать? Да. Безусловно, потому что, так сказать, это таковое, так сказать, предназначение и так далее. То есть становление, вот теперь, скажем, вот вы начинаете строить завод. Ну, это вот, вот, вы построили два этажа, а там семь. Это что такое? Скажут, это вот у нас стройка. Так что, как стройка? Стройка, можно строить черти что, коробник можно строить, можно строить административное здание, можно отель строить. А что у вас? Вот у нас завод становления. Скажем, перевозили промышленность на восток. Раз, привезли туда станки, а там вот, расчистили место под эти станки. Это уже завод становления, правильно? Потом раз-раз-раз поставили станки, и они стали выпускать продукцию, а еще над ними крышу возводили. Тоже завод становления. То есть становлений очень много. И надо различать, вот так сказать, когда закончилось становление, и когда оно начинается. Поэтому мы сегодня остановимся на применении понятия становления вот к обществу. Тем более у вас специальность называется реклама и связь с общественностью. Поэтому мы должны понимать, что эти категории означают для общества. А в обществе мы можем сказать, что вот идет становление человечества. Можно так сказать? Человечество, мы же не знаем, оно будет все больше и больше, так сказать, развиваться, это человечество. Можно так сказать. А можно применить становление, имея в виду, что развитие человечества идет как движение разных общественно-экономических формаций. Тут есть два способа охватить историю всю разом, глазом. Либо сказать, что всего есть пять формаций общественно-экономических. Вот 90 тысяч лет люди жили при первобытном общинном коммунизме. Коммунизм, чтобы слово не рассматривать слишком широко, коммунизм это что означает? Это общее. То есть общая земля, общий труд, общее распределение. Что это такое? Коммунизм. Какой? Первобытный. И этот первобытный коммунизм имел даже свое устройство, свои органы. Вот это был матриархат или патриархат? Нет, это был матриархат. Во-первых, общий началом человечества началось матриархат. Появилась частная собственность, появился патриархат. И тогда, значит, этот институт более жесткий, брак, чтобы, так сказать, собственность не взяла в сторону никуда. Вот, или невозможно расторжнуть даже брак, дескать, на небесах выключается, и все, никаких разводов. И долго это дело так держалось. И с того времени вот уже патриархат. Ну, а что же, так сказать, вот мужчины собирали орехи, коренья, ходили на фото, грибы, так. Потом дальше мамонтов ловили, яму вырвут, колли туда вставят, все это закроют, гонят этого мамонта. Он упадет. Ну, и надо его там расчменять, делить. Ножи надо иметь каменные, правда? Каменные топоры надо иметь. Другие орудия. Вот, и постепенно, постепенно, вот когда уже состоялся переход к чему? К тому, чтобы создавать такие более совершенные орудия, да, какие уже стали более совершенные. Вот сначала были орудия каменные, костяные, а потом... Из железа. Железа, да? Из железа. Из железа или бронзы? Из железа, это баснице. Бронзовый век был сначала, да? А потом уже железный век. А почему? А что сложнее? Ну, то выяснилось, что бронзу легче создать. А бронза это что такое? Это сплав. Это сплав меди и олова. Так что вот такие бронзовые, их легко обрабатывать, просто довольно-таки. Ну, а как бы начался железный век, вы же различаете, что есть? Железо, чугун, сталь. Это все что? Это какой элемент? Железо, чугун, сталь. Это разные элементы? Или это все... А? Наверное. Не, не, наверное. Не, не верно. Это все железо. Но чугун, это первый передел. Если вы возьмете, добудете руду. И будете его плавлять. А руда, как вы ее можете найти? Идете, там видите какое-то рыжее болото, или рыжий какой-то ручей. Там покопаете это дело. А почему он рыжий? Рыжий там феррум 2А3, или феррум 3А4. Железо, окислы железо. Если их, эти окислы, собрать эту вот руду, и при большой температуре ее нагревать, до большой температуры, из нее выплавляется что? Руда. А? Нет. Нет, что из нее? Из железной руды может что выплавиться? Это в школе все преподавали. Вам не преподавали? Преподавали, наверное. Ну вот, если вот нагревать руду, во-первых, нагревать очень сложно эту руду. Это должно быть большое развитие. Потому что, вот если будете дрова кидать в топку, максимум, сколько вы можете получить, самое большое, это 500 градусов. А если вы хотите выплавлять железо, то нужно 1100 градусов, примерно. А как получить такое? И вот так вот, если будете дрова кладить, они рассажают. А как будет огонь гореть, и все будет вам хорошо, тепло, и ничего вы не выплавите, ничего не получится. Потому что нужно еще один передел сделать, взять эти самые дрова, так при малом их нагревании, при малом совершенно огне, почти при дымном таким образом, превратить их в древесный уголь с малым доступом воздуха, в древесный уголь. А древесный уголь сейчас продают для шашлыков. Зайдете в магазин, даже в любой, какой-нибудь дикси, и там продают в мешках древесный уголь. Как он получен? Видите, вот откроешь там, а он черный такой. Как он получен? А получен так, что нагревание без доступа воздуха или с малым доступом воздуха. Из него всякие жидкости испаряются, он становится пористым. И вот когда вы этот уголь поджигаете, древесный уголь, то с помощью древесного угля можно уже выплавлять что? Чугун. Чугун. И больше ничего. Чугунные сковородки есть у вас? Нет? Вот чугунные сковородки, они белого такого цвета. Чугунки. Почему говорят чугунов? Слышали такое понятие? Чугунок. Казан. Они ничего, они черные, потому что в них все готовят, готовят, они уже почернелят масло. А чугун он белый. Такой, на сломку. И ломкий. Можно разбить чугунок. Ну, а если вы уже возьмете стальное, как вы, можете кидать со стальным, ничего, ничего, вы не разобьете. А второй передел, это вот нужно было человечеству до этого дойти. Уже когда они пошли от бронзовых всяких орудий, до железных, бросые век, потом железные век. Значит, чтобы можно было сделать сталь, нужно взять чугун, добавить туда сталь. Сейчас вот так идет, лом, железный лом, скажем, старые танки, старые, так сказать, вот лом собирает, и обязательно нужно, чтобы выплывить хорошую сталь, бросить туда и железо. Ну, наверное, вначале не было, и добавляется углерод. Поэтому говорят углеродистая сталь. То есть, вот, это не скажешь, что это сплав, но это вот такой получается вид железа, в котором добавлен углерод. А есть еще и другие присадки, допустим, магниевый сплав, туда еще что-то добавляет. Ну, вот, если бы добавить сюда углерод, углеродистая сталь становится твердой. Твердой, и в зависимости от того, сколько этого углерода, в каких пропорциях, какие еще присадки, ну, разные стали. Поэтому говорят, стальные клинки, стальные орудия и так далее. То есть, вот, шло развитие производительных сил. Что нужно запомнить? Что, чтобы не происходило в политике. Вот, скажем, вроде как мы изучаем, что там, рекламу, связь сообщественностью, там что-то такое, мы где-то наверху с вами, да? А внизу производства идет совершенствование орудий труда. И оно идет, как бы не спрашивая нас. Люди, которые совершенствуют, они тоже не думают о общественных проблемах, о великих. Но, вот это развитие производительных сил в один прекрасный день приводит к изменению производственных отношений. Неизбежно. Почему? Потому что, ну, как вы вот ведете производство таких, такие вам приходится вступать в отношения в связи с использованием таких орудий. Одно дело мотыга, и тогда один способ производства, а другое дело плуг. И тогда более высокий способ производства. И у всего этих способов производства мы с вами знаем. 5 правопытной общины и коммунизм, рабовладение, феодализм, капитализм и коммунизм. Ну, какой коммунизм? Ну, такой коммунизм, который является результатом развития человечества в лоне частно-сообщничества с использованием производства. Вот иногда говорят, это вот, коммунизм это хорошо, капитализм это плохо. Ну, к коммунизму не может возникнуть. Ну, как вот хорошо, когда вот частный, собственнический строй, рабовладельщики, оказался выше, чем первобытно-коммунистический. Так ведь? Выше он, более прогрессивный. Потому что он разделил труд. Одни, скажем, занимались только трудом рабы, а другие, вот как вы только сидели, как я тут сидели и развивали свой мозг. Занимались науками, искусствами, культурой всякого рода. И что? Благодаря этому человечество продюмилось вперед. То есть расцвет науки и культуры начался с того, что появилось это разделение труда. Хотя оно было в такой вот ужасной форме. Потому что, если, скажете, я вас победил, в войне племен, что я могу с вами делать? А что с вами делать, если я вас победил? Ну что? Убивать надо. Потому что еще какой уровень развития производительных сил, что вот если я вас оставлю, не убью, вы же, стой, так сказать, вы меня кормить ведь не будете. И к смыслу нет никакого вас оставлять. Вы можете произвести только самим, чтобы покушать. И все. И, соответственно, если вы меня поймали, наконец-то я вам попался, причем перед экзаменом как раз вы особенно злобные были, потому что мучились, там подготовились. Ну и чего я вам сказать? Я же не могу вас обеспечить, так сказать, двоих накормить. Никак. Потому что производительные силы такие, что человек может себя прокормить. Поэтому сообщали и только и действовали. Никто не мог обособиться, потому что он не проживет, не пройдет, не сможет существовать. А вот уже когда производительные силы развелись настолько, что можно производить на двух, трех и более человек, тогда появляется возможность. Стремление такое могло быть, чтобы от них господствовали над другими. Правда? Были вожди племен, так сказать, и так далее. Но вот эти вожди потом забирали этих самых плененных, и они их превращали в рабов. И началось становление чего? Рабовладения. А получилась первая форма частнособственнического производства. И соответственно информация частнособственная рабовладельческая. Это значит, что есть работники рабы, кто они такие? Говорящие орудия. Говорить умеют, но их по закону можно убить. В любой момент хозяин. Но потом они могут убежать, а чтобы они не убегали, что нужно? Нужно создать государство. Государство должно их ловить и возвращать хозяину. А дальше хозяин хочет их тоже убьет, хочет каждого пятого убьет из возвращенных, каждого десятого. Это уже его дело. В это не вмешивается это государство. Оно должно возвращать рабовладельцев, рабов. И все. Ну а если вы ведете войны с другим государством, и вас поймали, и вы можете быть королевой, и вас прекрасно могут обратить в рабыню, потому что раз вы проиграли, все, проиграли, вы можете быть на положении раба. Как и сейчас говорят, если у вас нет подводной лодки, вы неуспешные. Абрамович успешный. Точно так же говорят. Только разница в том, что сейчас это касается не жизни, а касается богатства. А тогда касалось и жизни. Значит, если вдруг мы с вами сражались, 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 и вы меня закололи. Ну да кто виноват. Или вы меня ранили, а я потом очухался, а я уже раб. А кто я был там? Вождь, племени, военачальник. Это у вас когда у нас было. А для вас я вообще никто. И никто, и никто разговаривает с этим не был. Или обращаются как вот. Как там поет тенька разин, куда выкинул княжну же он выбросил, не просто так, набежавшую волну. Она же иностранная княжна, она же побеждена, все, выкинул ее, все. Время было какое. А с чем это связано время? А с тем, что вот один человек может на себя только произвести, поэтому никаких пленных быть не может. А вот когда такое развелось производство, ну да-да, зачем, интересно, если я вас поймал и победил, так вы будете работать, и мне хорошо. Ну что, вы двое не наработаете мне, чтобы не заниматься этим трудом, а я буду лекции читать. Ну вам, конечно, занятия, вы же как-нибудь перебьетесь, там будут потом, другие. А я лекции буду читать. Лекции-то можно читать. Вот там был такой сад академии философии, как занимались. Гуляли по саду, и я вот могу так же вам рассказывать, что вот сидите, пойдем вот в летний сад, не знаю, как посмотрит ректор, наверное, мы скажем, что по расписанию, это все строго, для того все усвоение, и пойдем бы ходить по саду, я читаю, так сказать, по бумажке, вы будете слушать, там и лебеди, там, правда, заборов понаделали, и два миллиарда, по-моему, хлопали на это дело, и, наверное, откатали, потому, потому что, ну, изуразовали там летний сад, ну, мы посмотрим заодно, вот, заменили подлинные скульптуры на копии, чтобы они, как бы, не портились, но главное, что очень дорого это все стоило, этому музею русскому, очень дорого, ну, и Следственный комитет еще это не рассматривал, вот так, как стоит дело. Второе общество связано с тем, что появились уже такие орудия, которые разработаны учеными, конструкторами в правовладельческом обществе, а делали всякие машины для того, чтобы пробивать стены, да, вот, метательные разные, так сказать, устройства делали, всякого рода приспособления, для того, чтобы строить такие дома, вы представляете, вот, построен Акрополь, там, и другие храмы в Греции, ну, ведь никак вручную, никак не, надо все придумать, как это все поднимать, даже если у вас, ну, тысяча рабов, и что вы эти тысячи рабов поднимет такие глыбы на такую высоту и такие колонны, я не знаю, видели вы, как у нас раньше экскурсии были в музее собор наш, исаакиевский, сейчас пока, обсуждали, обсуждали, пока его церкви не передают, пока заявили, что директор музея, это музей пока, других новостей нет, ну, там было показано, как вот ставили эти колонны, какие сложные, такие были устройства, многократно через блоки пропущены эти канаты, через которые надо было тянуть, а все же тянуть, чем, какой силой, ручной, ну, как вручной силой поднять такие колонны, я уже не говорю о том, что обычно говорят, что вот его построили расстрели, если бы это расстрели, а один строил, очень тяжело бы ему было, ну, там помогали ему еще, расстрели, тащили, поднимали, поставили, ну, можете представить, как это можно поднять, какая, какая должна быть техника, уже великая, в это время, но это уже другой строй, какой, крепостнический, для того, чтобы вы такой техникой задели, надо, чтобы вы были не рабами, потому что, если вы скажете, а я у вас рабыня, да и вы все время портить будете мне все, я вам хорошую машину дам, вы ее сломаете, потому что всякая машина это орудие вашего залкоболения, поэтому выяснилось очень скоро, что, да, конечно, можно заставить раба, вот чтобы вы виноград не ели, когда собираете, что нужно сделать? Защитку. А? Зашить рот. Что делать? Рот зашить. Рот зашить. Нет, зачем, вы что, не видели картинки, нет? Вот такое деревянное делают вам, жабо такое деревянное, чтобы вот так вот принесли этот виноград, а дотянуть не можете. Жабо деревянное, и ходите, и собирайте. сейчас считается нормальным, если вы собираете клубник, ешьте сколько хотите, если вы собираете черешню, мы с женой собирали черешню, мы пошли к сапхоз, нам сказали, вот вы собираете, соберете, когда норму, выполните, два ведра, каждый по ведру, черешню несите там, ну а насчет того, чтобы есть, да ешьте хоть, вы лопнете там, но мы ели, но не лопнули, ничего, черешня такая вещь хорошая, вкусная, вкусная, в Кириллоке, на берегу Азовского моря, там такие, такие сады черешни, я поскольку видел эти черешни, то я в Ленинграде знаю в двух местах, есть несколько деревьев черешни, в том числе в Выборском районе, около гостиницы военно-морской и около там строящегося дома, там как сейчас, который планирует усадьба в удельне, ну как только эта усадьба откроет, эту черешню, конечно, добьет, ну вот для того, чтобы Вы лучше работали на хозяина, надо Вас повысить статус трудящихся, какой, что Вы уже не рабы, а кто? А крепостные Вы должны, а что такое крепостные, значит, в чьей собственности крепостные? В собственности помещик, правильно? сначала вроде так не было, потом все это сложилось так, что закрепостили, уходить нельзя, убегать нельзя, вернем, накажем, и что можно? Убивать нельзя, а пороть, пожалуйста, можно, розгами, читали, про вчерашний день, часу в шестом зашел я на сеною, читали? Ну вот, то есть, ну вот представьте, я вот Ваш хозяин, барин, ну неужели я был бы вот Вас, есть такая услуга, там, Вас отвезут, привезут, оттуда, туда, все, все хорошо, нам не разрешают, у нас сейчас другой строй, все это запрещено, мы уже очень сильно поднялись, у нас уже буржуазный строй, все личности совершенно свободные, от всего, а раз Вы от всего, то все равно придете ко мне, если я хозяин предприятия, и скажете, Михаил Васильевич, нет ли у Вас поработать здесь? Я говорю, Вы знаете, есть, но такая маленькая зарплата, такая маленькая зарплата, Вы подумайте, Вы пойдете, подумаете, года дня два-три погуляете, без еды, придете, ну и как-то уже, Вы мягко будете, так сказать, к этому относиться, глядишь и начнете работать. Вот сейчас в России, работающие за один час вырабатывают продукции, которые эквивалентны и к заработной плате, а все остальные часы, семь часов работают на капиталистов. Ну капиталист из этих денег, из своей прибавочной стоимости, оплачивают там управленцам, себе, помните, как Брежнев награждал? Соберут, так сказать, вот Вы, допустим, подвиги совершили, значит, вам медаль, открывается, вам тоже медаль, звезда, потом открывается, и себе. И даже говорили, что вот, Леонид Ильич находится сейчас в Кремлевской больнице, а что случилось? Да, грудь расширяет под орденом. Это вот, вы думаете, анекдот, а я приехал в Тихвин, где у нас был хозяйственный договор с Тихвинскими производствами, объединяя Кировский завод. А там только был барельеф, Брежнев, и эти ордена там были навешаны, а потом уже кончилось это вот расстояние, куда вешали, так они приварили кусок, и туда уже привесили на приваренную часть, то есть расширяли в буквальном смысле грудь, Брежнева с мамой может и не расширяли, а вот его светлый образ вот так дополнялся. Так, ну а такая же история дальше, развитие идет, средства производства, оно же идет все время, оно не спрашивает, кто хозяин, кто работник, есть эксплуатация, нет эксплуатации, какая эксплуатация, а все равно идет развитие производительных сил, правда? И раз идет развитие производительных сил, встает такой вопрос, что вообще люди, которые не могут на сложных машинах работать, то они уже плохие работники, то есть надо как-то по-другому относиться к работникам, сделать его ну как бы самостоятельным, свободным, ну таким свободным, чтобы он сам работал, потому что вот если я барин, а вы у меня на барщине, так вы-то вы и думаете, как вот закончится это барщина, и пойдете у себя на участке работать, и более того, а потом с развитием производительных сил уже так получалось, если вы крестьяне, то вы не только там себе накормите там свою семью, а семьи более большие, человек по 13 там детей, может быть 10-13, работаете там вообще, и часть продаете, а часть продаете, у вас уже денежки есть, и вот то, что вы на барщине, это прямо с ненавистью смотрите, а вам надо в понедельник, вторая среда на барщину, я вам специально отдаю 4 дня, чтобы вы, зачем, это я о вас думал или о себе, что барщину только, о себе, конечно, потому что вы должны себя воспроизвести, детей будет много, это все же мои же крестьяне, я их продать могу, продать-то можно семьей, без семьи, землей, без земли, вот, ну, вас бы я не продал, и вас бы не продал, я бы продал, а те, кто сейчас на лексию не пришел, все, сейчас приходят, они, вы уже проданы, идите, сейчас выходите обратно, вот было время хорошее, для воспитания, сейчас мы, ничего не дают, нам вообще ничего не может, придет, мы обучаем, не придет, мы тоже обучаем, потому что у нас записано, все равно вывесим, кто хочет, тот учится, не хочет, проходить, короче говоря, уже этот строй не годится, хотя, вот, на больших площадях, по плану, в соответствии с понятием кооперации, велось производство, кооперация, это такая форма труда, при которой много лиц, планомерно, работает в одном, или связанных, на рисовой процессах производства, есть управляющий, он все это организует, все это хорошо, техника, а вот, вы там, с охотой, на своем участке, не бестолково, хозяйствуете, короче говоря, тоже противоречие, производительные силы, вступили в противоречие, или требование развития производительных сил, дальнейшего, вступило в противоречие, с сложившимися, производственными отношениями, что это такое, как оно разрешается, революциями, а, установился другой, в ходе революции, установился другой, общественно-экономический строй, какой, капитализм, ну, капитализм, то же самое история, вот сейчас, например, хороший, если капиталист, он вообще ни в чем не участвует, ну, смотрите, нас сейчас здесь есть трое, вот я, крупный капиталист, олигарх, ну, что, я буду заниматься производством, что ли, думать, ну, это даже смешно, во-первых, я здесь, в Ленинграде, не собираюсь жить, я буду жить на Канаре, так, из вас кто-то должен стать генеральным директором, сколько миллионов вам надо, давайте, что, не знаете, я вам вот предложил, это она вот не знает, а вы должны думать, ну, сколько, будьте генеральным директором, все будете решать самостоятельно, мне ничего не надо вам указывать, просто вот, сколько вы будете получать высокую зарплату, до тех пор, пока прибыль у меня растет, как только начнет падать, первую неделю, как она упадет, вы уволены, запомнили? Вот и все, вы мне каждую неделю по электронной почте присылаете, уважаем Михайлович, прибыль выросла там 0,3%, 2%, 0,5%, ну, когда она упала, прямо можете ей писать, я уволен, и все, ну, сколько надо вам положить? Не знаю. Ну, что, не знаете, увольняю все, не подходит, она даже не знает, ну, что, если человек не знает, сколько денег получить, ну, что, ну, какой может быть генеральный директор, вы видели сейчас, сколько генеральный директор, сколько получает, а вам сколько надо? Ну, что за народ такой, как вы не готовы к капитализму? Ну, спросите меня, это меня поставят, 20 миллионов мне, пожалуйста, месяц, это много или мало? А как вы думаете, вот как вы думаете, в Роснефти, члены правления, сколько получают? Вот недавно Собчак, я слышал, говорила, вот вы там, товарищ Сечин, вы 2 миллиона в день получаете, я не знаю, откуда у меня такие сведения, у меня сведения из статистики, что члены правления, Роснефти, но он председатель правления, он, наверное, много получает, может быть, может она и недалеко от этого, но верить-то нельзя к кандидатам, они же сейчас кандидаты, они могут, что хочет наговорить, у нас же гласность, разрешается брать все, что хочешь, поэтому, вот сегодня я, в интернете только что, вы пока тут двигались, а я посмотрел, сообщение о том, что у Грудинина 2 килограмма золота, по сообщениям налоговой службы, так и осталось, так сказать, на счету, на счету в Сверсарском банке, так он это дело и не закрыл, а все рассказывает, что я все, а все закрыл, а Сык не хочет его убирать, потому что, как он уберет, представляете, все, кто за КПРФ, не придут на выборы тогда, так это же провал, тогда на выборы вообще мало пришло, пусть приходят, голосуют, пусть за своего Грудинина, только приходите, пожалуйста, всех зовут, приходите, приходите, решите вопрос, какой? Какой надо, чтобы много было людей, красиво, чтобы было. Так, это вот строй капиталистический, вот я вам назначил, ладно, я вам даю 20 миллиардов, может вам понравится, миллионов, миллиардов не даю, да, спросил, я тут уже, сейчас, мы еще не написали, только так разговор идет, но обсуждаем, 20 миллиардов, 20 миллионов, месяц, но как только прибыль начнет у меня падать, я не поеду оттуда, я просто ее убираю, вам даю, и все, а она пускай работает рабочей, она и рабочей не будет, она соберет эти миллионы, и будет куда-то уедет, придется и других рабочих нанимать, одно расстройство, не знаешь, как прямо быть, но ничего, мы найдем рабочих, потому что у нас зарплата в России три года подряд падает, зарплата сейчас 92,5% от уровня 2013 года, реальные доходы трудящихся 90,5% от уровня 2013 года, поэтому найти рабочих нет проблем, нет проблем, вот генерально это трудно, потому что, ну, кто должен руководить, старики что ли, вот вы молодые, руководите, а я буду там плавать в море и в пятницу электронку вашу читать, все, что от меня требуется, ну, так ведь, поэтому для сегодняшнего производства капиталисты вообще не нужны, вообще не нужны, поэтому производство носит общественный характер, но ты читай, вы говорите, покупайте все, что сделано в Китае, то есть люди производят на весь мир и потребляют весь мир, производство стало общемировым, общественным, поэтому, а собственность частная, то есть острейшее противоречие между частной собственностью, частным присвоением и общественным характером производством, оно разрешается, во что оно разрешается, оно разрешается в создании нового способа производства коммунистического, что значит коммунистического, вот начинают люди рассказывать про коммунизм, в основном про распределение, это вот сразу вам скажу, как представитель науки, что когда начинают люди говорить, С потребительских позиций это вульгарная политэкономия, вульгарная. Какой вот сейчас? Польются богатства полным потоком. Вроде как тут такая труба, из нее льются богатства, подползай и пей. Особенно водка, если бы вылилась, все пьяницы бы собрались, это богатство, чтобы оно льется полным потоком. Кому не означает общий труд, общая собственность на средства производства, ну и общее распределение, естественно. И распределение какое? Ну, прежде всего, по потребности уже в первой фазе. Если вы возьмете, скажем, распределение, которое было в Советском Союзе, примерно 52% богатства общественного распределялось по потребности, какое это? Медицинские услуги. То есть надо кормить медиков и дома строить, и строить больницы, строить лечебные учреждения, в том числе и связанные с реабилитацией больных и так далее. Это большие затраты. Дальше это, ну туда сейчас и быстро внедряется коммерция. Хотите, чтобы вас вылечить? Давайте деньги. Не надо же ли денег на здоровье? Не надо. Давайте их мне. Я вас вылечу. И взять и псевдодоктора появляется, и жулики. Их много. Особенно много жуликов, которые делают хирургические операции, пластические. Так, не раз уже показывали каких-нибудь певиц, таких симпатичных, красивых, после операции она ее перекачила, и тогда уже никто не хочет браться за это лицо. И тогда только тот хирург, который ей так сделал, вот он тогда снова берет новые деньги, опять миллионы, и дальше ее перекашивает в другую сторону. Ну и вот такая она изуродованная в итоге получается, и деньги все затратила, и, как говорится, лицо потеряла, и потеряла, как говорится, свою рекламу, и вообще, как говорится, жизнь потерянного этого человека. Ну, а с другой стороны, а человек, который делал операцию, он как раз сделал бизнес на этом деле. Хорошо. Так что, если что надо, будет чего подправить, морщины уберем, натянем туда, вот так все, тут сделаем. Видели, так делают вообще без морщин. Я сам иногда могу делать ребенка, это делаю, и будет без морщин. Это же понятно. Тут надо зашить, ну, так, чтобы не сильно им было видно. Но может воспалиться. Знаете, как все имеет противопоказания, и такое противопоказание, что эта вся жизнь пойдет уборком, только вы будете ходить по врачам. Так, ну вот, поэтому суть способа производства коммунистического не в том, что как-то распределять, а в том, что, ну, раз все работают, соответственно, ну, к тому больше, у кого больше потребности дают. Если у меня зубы болят, кому надо лечить зубы? Мои. А если вы лучше больше меня работаете, значит, вам, что ли, лечить зубы? Нет. Поэтому вот медицинские услуги по труду распределять, это какая-то глупость. Или образовательные услуги. Вы способны, я не способна. И чего меня учить в УЗИ? Не надо меня учить, вас надо учить. Правильно? А как проверять? Да как, экзамены сделали, и вот вы выиграли. Но экзамены были не такие, когда вот просто, в эту игру и все. Нет, вот вы придете, а я вас поспрашиваю. Думаете, я не докопаюсь насчет того, что вы знаете, что вы не знаете, если я в УЗИ работаю? Я же к себе принимаю. Мне нужны людей, которые занимались этим делом. Нет, нас сейчас отстранили, мы не участвовали. А кто придет, всеми занимаемся. Раз вы пришли, мы вам рады. Никакого подбора отбора мы в этом не участвуем. Более того, в нашем дорогом университете уже и в выпускных экзаменах профессора не участвуют. А вот как вот решили сделать? Дескать, вас же будут распределять. Это особенно вам понятно, вы же пиарщики, да? Значит, надо же продать этих ваших специалистов. Значит, кого надо взять в экзамены принимать? А вот работодатели. А кто у вас работодатель? Вы в курсе делали, нет? Ну вот раньше, если мы бы попали с нашей коллегой, вы же специалисты, мы пять лет занимались. Вы тоже, наверное, пять лет занимаетесь. Потому что вы на вечернем. Но вы на вечернем, а тогда на вечернем занимались шесть лет. А она на очном занималась, скажи. А раз вы бакалавриат, лекция, позвоню после лекции. Лекция. Вот, значит, бакалавриат, в аспирантуру не имеете права поступать, когда закончите. В УЗИ работать, не имеете права. Так будете, когда в службе больше одного человека, чтобы подчинения тоже не было и так было. То есть это вот такое сделали, чтобы вас так... Я скажу, идите в магистратуру, еще два года. Ну так хоть год бы еще. А тут два года надо. Деньги давай, работай еще. Все же, понимаете как? Или надо с родителями тянуть, или самим работают. А почему тогда вечером занимаются люди? Ну у вас хоть так и считается вечернее, как в советское время. А вот я в магистров, в институте философии, там вечернем нас прикрыли. Нет вот. Нет заочного, нет вечернего, но есть магистратура. А когда она занимается? В пяти часов. У вас в пять-десять, а там в семнадцать мы начинаем. А почему? Ну работают все. И толпают, ну начинаем, а они еще не пришли. И сидит так же, как здесь. Значит, два, три, пять. Ну, вы видели, там основной поток идет, там 20 человек в группе, 30 человек в группе. Ну, а вот, так сказать, в то время, когда мы учились, это был потоком 200 человек, 300 человек, таких уже нет. И, так сказать, так вот, так, мелкими брызгами все это уходит. Что у вас работодатель? Директора школ. Так. Вот именно. Но мы уже не принимаем экзамены. Директора школа приходит и принимает экзамены с вокалового. Красота. Но это эксперимент. Пока. Может вернуться, может мы будем принимать. Как бы знания оценить. Ну, вот так. А что и дело. Возвращаемся. То есть, вот способ производства, связанный, в котором есть соответствие общественного характера производства и соответствующих отношений. Он является коммунистическим. А что такое социализм? Это еще один строй или это коммунизм? Социализм. Слышали? Это что? Это коммунизм, но не развитый, не зрелый, не полный. Вы, наверное, слышали про развитой социализм. Это чушь собачья. И это как раз извращение науки. Не бывает зрелых социализмов, потому что сам по определению социализма это не зрелый и не спелый коммунизм. Вот если вы возьмете, скажем, критику годской программы Маркса, говорит, что вот общественная экономическая формация проходит такие стадии. Переходный период от капитализма к коммунизму. Потом низшая фаза коммунизма. Такой коммунизм, который еще только вышел из старого строя, во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном. Дураков много еще. Да? В умственном носит отпечаток того строя, который... И, наконец, высшая фаза коммунизма, когда он эти родимые пятна преодолеет. Как может социализм быть зрелым? Вот когда он созреет, будет полный коммунизм. А если он не созреет, значит, он еще не зрелый, не спелый и так далее. Поэтому развитой социализм – это вот с чем на устах умерла КПСС. Вот с этой ерундой. Причем сейчас вот искать, поймать кого и повесить за такую теорию некого. Никто не взял на себя ответственность. Знаете, как бывает, за взрыв никто не взял на себя ответственность. Говорят, социализм развалился. Не надо. Его уничтожали. Изнутри и снаружи. Вот одна такая внутренняя бомба, которая была, это развитой социализм. У меня есть подозрение, что там Цепко в этом участвовал, Суслов Михаил Андреевич в этом участвовал, в этой всей так называемой концепции развитого социализма. Но она изнутри разложила. Если у нас развитой социализм, ничего же делать не надо уже, правильно? Если у нас все развитое. Вы придете и скажете, у нас там плохо, то плохо. Что сможет быть плохо в развитом социализме? Поэтому если вы принесете статью там «Женский опасный и вредный труд в литейном производстве». Что вы принесли? Ну что вы принесли? Нету такого сейчас. Сейчас развитое. Идите отсюда. И уходили люди, и выгоняли их. И невозможно было ни о чем, никаких проблем их оказать. Ну я все время печатал, что они все время приходили в издательство или в журналы и тому же. Я не измекал. Давайте пишите в условиях развитого социализма. Я говорю, нет, извините, я писать не буду. Меня даже коллеги агитируют. Давайте пишите, Миша, давай напишем в условиях развитого. Пишите, говорю, сами. Я же не дурачок писать такую чуду. У меня была такая же даже ситуация, что я подготовил докторскую диссертацию, там нету развитого социализма. Нету майдотовых диссертаций по политэкономии. И одним из оппонентов у меня был заведующий сектором теории революции Института марксизма и ленинизма при ЦК КПС Александр. А он сердечник был, заболел, не приехал. И тут мне за два дня до защиты нашего заведующего кафедры теории научного коммунизма Белыхата Аката Калисатыча. А он уже выпустил книжку «11 критериев развитого социализма». Книжка. А у меня нет там ничего. Вот он почитал, дома сидим у него, разговариваем. Он человек хороший, добрый. Говорит, Михалыч, а у вас нету вообще развитого социализма? Я говорю, ну, Аркад Калисатич, ну это же чушь ведь собачья. Ну как вам может быть с этим стрелом? Ну, смотрите, я дам положительный отзыв. И дал положительный отзыв. Там целая бригада приехала из Москвы, дескать, у него нет диссертации. Разбитого социализма, выдающегося теоретического достижения нашей партии. Ну, и это вот у меня. Так я стал в итоге, в конце концов, доктором философских наук. Там ждали меня в этом, для экономических наук. Там я вынырнул, а я вынырнул в другом месте, и они туда не приехали. Ну, в науке тоже всякие проблемы бывают. Это нормально. Новое, оно же не всегда так проходит гладко, оно может и в штыки встречаться. Это вы сами поймете. На то вы... Ваша задача проталкивать, сама не идет. Правильно? Ну, вот я хотел сегодня иллюстрацию принести, но не принес. Вот купил я, внучка меня попросила, вот, давай, говорит, купим, красивая очень бутылочка. Вишневый такой сок газированный. И там я начал читать. Она как попробовала, сразу выпрыгнула, говорит, нет, это я не буду. Я говорю, что она не будет? Я попробовал, вроде ничего, потом читаю, там написано мелко, что применяемый краситель негативно воздействует на активность и память детей. Нормально. Это продвижение, наверное. Их бы задевнули в тюрьму в другое время, в другом месте, этих товарищей. Ну, вроде как. А это, говорит, у нас бизнес. Не кошмарьте бизнес. Нет, так бизнес разный бывает. Бизнес вообще это дело. И иногда вот эти заговариваются ребята и говорят, у вас, вы, свое дело у вас есть? Но я учусь. А? Учусь. Вот, вот, спасибо. Вы правильно понимаете? А что вы со мной так говорите, коня? Да что, не дело по-вашему, что я учусь? А у вас? Вы же тоже учитесь. А я вот работаю, что это? Это не дело? Это что, не дело? То, что, нести знание народу, это разве не дело? Нет, это вот, когда мы 3к закупим, и первая коза – это вот основной капитал, вторая – это оборотный капитал, а третья – это прибыль. А потом раз, и все козы сдохли. И все. Потому что ни зоотехника, ни какой-то методики, никакой науки. Ну, это так нельзя же. То же самое, если это поливодство. Ну, как там? Надо элитные семена получать. Надо селооборот делать. А что вы на этом участке? Какой там селооборот? Даже вообще не в крестьянских был селооборот. Делили каждый год. Вот это ваш участок, а теперь вот они в ваш. И так меняли. Пар был и прочее. Ну, вот, производительные силы развиваются. И в итоге получается, что сколько переходов от одной формации к другой. Вот считаем. Это легко запомнить. Поэтому я, вот, как говорится, вы сейчас не записываете. И я стараюсь так считать, говорить о таком, что можно запомнить. Но до пяти вы можете запомнить? Вот давайте посмотрим. Пять формаций можно запомнить? Пять пальцев, пять формаций. Можно еще уменьшить. Вот был коммунизм первобытный. Потом отрицание этого коммунизма. Раз, два, три. Три способа. Частно-собственческие формации. Ровладение, капитализм, капитализм. И отрицание, отрицание. Вы же знаете, что закон отрицание, отрицание. То есть возвращается снова к коммунизму, но уже обогащенному всеми теми достижениями, которые были сделаны в лоне предшествующих формаций. И всего три формации получаются. Ни радио, ни полу. Значит, коммунизм первобытный. Потом отрицание этого коммунизма в виде частно-собственческой формации. И возвращение к коммунизму. Поскольку это все предыстория человечества, вот начинается истинная история человечества. И все. Три до трех-то можно посчитать? Ну что, нужно для этого готовиться, что ли, к экзаменам? Что тут такого? До трех досчитать. Ну вот. А сколько переходов от одной формации? Зависли пять формаций. Переход один. Переход первобытного коммунизма в рабовладение. Потом переход рабовладения в феодализм. Переход феодализма в капитализм. И переход капитализма в коммунизм. Сколько получилось? Четыре. Четыре перехода. Это четыре становления. А в чем смысл становления? Мы в прошлый раз это все разбирали. Идет. Бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие. Переход бытия в ничто это что? Это прихождение. А переход ничто в бытие это возникновение. Поэтому что в переходный период? Вот рабовладение остановится, а потом, значит, рабы разбегаются и убивают этого рабовладельца. Соберутся и убьют. Все. Так прямо вот. Прямо так вот рабовладение. И снова, значит, общиной живут. А потом опять выделяются из общины посильнее. И думают, что мы уйдем и там наладим все. Потом пойдем, нападем на другое племя. И там перебьем и заберем, уведем себе рабов. Вот они пошли на это племя нападать. То племя их раз победило и взяло и превратило их в рабов. И вот этот процесс совершается. Это какой процесс? С одной стороны, бытие переходит в ничто, а с другой стороны ничто. Первобытно-общинный коммунизм переходит в ничто, а с другой стороны и рабовладение переходит в ничто. И то, и другое. Оба два процесса существуют. И вот они, когда существуют и тот, и другой, две противоположности одновременно. Когда есть и возникновение, и прихождение, это переходный период от первобытно-общинного коммунизма к рабовладению. И наконец все это устаканилось, успокоилось. Вот это спокойное состояние называется наличным бытием в философии. Наличным бытием в логике. То есть спокойное и простое. Рабовладение. И вот оно так существует, существует, существует. Рабовладение, рабовладение. Раз, потом начинает рассыпаться под воздействием развития производительных сил. Набегают варвары, а почему-то после набега в варварах не воссоздается снова это крупное государство, могучее, с рабовладением. А уже тоже есть работники, но они уже крепостные и крестьяне. Уже картина сменилась. А потом, вот это уже переход к чему? Это становление феодализма. А то было становление рабовладения. Потом вот феодальное государство. Прочное, хорошее. Вот у нас хороший же строй феодальный. Знаете, какие красивые дома построены? При капитализме таких уже не строили. И при социализме красивые не построили пока. Вот сейчас башню построили, Газпром. Что-то сейчас сделали хотя бы. Хоть одну башню. А так вообще нечего показывать. Ну что покажешь? Что сделано за это время? Ну что так? А? Метро же. Метро-то когда под землей. А на земле что? Метро хорошо, да, согласен. Переход имени Ленина. Ленина убрали, метро оставили. А на имени Ленина, ну в целях исторической правды имени убрали. После капитализма какой переход? Переход капитализма в коммунизм. Этот переход с чем связан? Переход капитализма в коммунизм и переход коммунизма обратно в капитализм. Мы с вами на каком витке находимся сейчас? Переход коммунизма обратно в капитализм. Перешло обратно. У нас перешло, а в Китае не перешло, и в Корее не перешло, а в Корее социализм, низшая фаза коммунизма. А на Кубе была низшая фаза коммунизма, социализма, потом и раз, и миллионы самозанятых сделали, чтобы было у них свое дело. Не могут обидеть печень, нормально работают. Они могут, потому что раньше была поддержка такая Советского Союза, сейчас такой от России поддержки нет. Россия самой бы выжить. Поэтому ушла Куба революционная, куда? Назад в переходный период. Какой? От капитализма к коммунизму. А что в переходный период? Какие там тенденции? Одна тенденция – перерастание капитализма в коммунизм. А другая тенденция – к возвращению от коммунистических начал к капиталистическим. И во всех других странах, кроме КНДР, какой? Период переходный. Переходный период от капитализма к коммунизму. Вот в Китае. Они говорят, где-то сто будет идти. Вы их критикуете за это, что стоят? Так и там миллиард триста восемьдесят миллионов человек. Ну как там быстрее? Быстрее трудно предположить. Там грандиозные задачи. Ну и живут же люди. Что-то сегодня я зашел, вот, фанатов, и тут китайцев море. Море. Ну они и раньше у нас учились, и сейчас у нас учатся. Они же вот, сейчас, руководители китайские, они же все прошли наши университеты и по-русски прилетящие разговаривают. Мы же сейчас опять русские с китайцем братья навек не заметили? А почему? Что нужно? Как вы, братавицы, по какому принципу? Чтобы нас не съели, правильно? Вот Россию хотят съесть? Хотят. Ну как вот Россию? А вот Путин показывает. Вот у нас такие есть ракеты, такие, а у них экономика в девятнадцать раз более мощнее. У нас одна из семь десятых мирового ВВП, а у них семнадцать процентов мирового ВВП. Видите разницу? Ну в десять раз получается, да? В десять раз. Крупнее экономика. В десять раз. Ну поэтому вы же понимаете, что если у вас в десять раз богаче, то пока я сделаю один танк, вы сделаете два, я сделаю три. Ну конечно мы можем сделать высокого, более высокого качества, где-то выиграть на образование. Ну тогда вот вы же видели, что на образование сейчас у нас из-за того, что капитализм все меньше выделяют денег. Вот вас уже отрезали вам один курс, сделали вы бакалаврами, и лавры вас привесили, а специалиста забрали. Это почему? Ну денег, как вам объясняет Медведев, денег нет, но вы держитесь. Вы держитесь, как можете, а что вы можете еще сделать? Дескать, кому удалось магистратуру окончить? А оканчивайте. Ну не удалось? Ну не удалось. Половину Аудова закрыли за три года в России. Это что такое? Это хорошо? Говорят, мы качество повысили. Возможно, и повысили. Потому что как вот, скажем, вот поэтому, почему много держишь? А черт не знает, кто из них будет Некрасов, кто Пушкин, кто Маяковский. Не знаешь, надо всех кормить. А будешь кормить одного, а он не будет Маяковским, и не будет Пушкиным, и зря вообще потратить. Неизвестно же, что получится. Откуда я знаю? Может, вы будете премьер-министром, а вы президент. Откуда они выходят? Из нашего же университета? Из нашего. Путин. На Юрфаке был. Медведев тоже на Юрфаке. Этот самый глава администрации Сергей Иванов с Юрфака. Сердюков, этот министр обороны, этот Тубредкин, который все развалил армию. Тоже был отсюда. Да почти все отсюда. Поэтому я вот очень аккуратно к студентам отношусь. Что-то и знает потом. У меня дипломник Кудрин, министр финансов. Еще одна дипломница у меня была, Иванова Куликова, девичестью. Зам. Председателя комитета Государственной думы по науке и образованию. Была. Сейчас она уже в казацкой академии возглавляется. Папаха у нее. Шашка. Шашка, наверное, есть. Сшила шинель казацкую. Но говорят, что не было женщин казаков. Но раньше и не было. Сейчас-то. Если надо, так и делают. Если она репта, а почему ее не делают. Так что вот мы тоже так понимаем. Всего-то мы насчитали с вами четыре переходные периоды. Вот это становление. Но я хочу вам сказать, что вот когда я еще преподавал даже политэкономию вот здесь на Матмеке, у нас в программе было так. Записано. Становление, возникновение и становление социализма. А где прихождение? Прихождение не было как бы. Его как бы нет. То есть как бы в науке, в политэкономии оно не присутствовало. А раз не присутствовало, то есть мы никогда не ждем опасности ни от кого. Как вот последние лопухи. Мы не ожидали, что это будет. Ну конечно, если я вот левый град закрою и туда смотреть не буду, вы когда хотите со мной, вот отсюда будете, если подходите, я вот вам покажу. А с той стороны вы возьмете, возьмете большую дубину, оттуда подойдете и как раз по голове и все на этом. Ну примерно такая штука произошла. Потому что теоретически считалось, что социализм, и написано было в докладе Хрущева на 22-м середине, и проголосовано единогласно, что социализм в СССР победил полностью и окончательно. Вот Сталин, когда был, он был умный человек, он написал, что социализм победил в СССР. Насчет того, что полностью не говорил. Ну что значит полностью? Когда это социализм, это не полный коммунизм. Что значит полностью? Ну что вы, какая тут может быть полнота? Это раз. А во-вторых, ну если окончательно, значит ничего не надо делать. Раз окончательно, что бы я ни делал, назад уже не уйдет. Правильно? А раз назад не уйдет, так мне ничего делать не надо. Надо только регулярно ходить в кассу, зарплату получать. Вот я уже получил карту МИР, теперь мне, я теперь не завишу ни от каких иностранных платежных систем и буду получать свою зарплату. Но еще пока надо преподавать. Ну вот, еще пока, приходится еще и преподавать. А если еще и преподавание освободят, то вообще будет хорошо. Но не освобождают. Вообще иногда мы чувствуем, что мы тут лишние профессора. Но без нас в университете тоже не будет. Поэтому все-таки надо как-то нас держать. Вот. Вот что означает становление в применении к обществу. Но это в применении, если мы целую информацию берем прямо от общества, как развивается. А если вы берете не в общество, а отдельного человека. Вот вы кто? Вы кто? Вы пиарщик. Или пиарщик в становлении. В становлении. Значит, что получится у вас, а что-то не получится. Это две тендельцы. Запомнить, выучить или не учить, плюнуть и отдохнуть хорошо. Потому что это портит цвет лица, это обучение. Правильно? Ну а если у вас будет не тот цвет лица, так это всю жизнь не портит. И что так вот мучиться над этими изучениями, там, возникновения и становления. То есть тут есть противоположные процессы. А раз противоположные процессы, это и есть становление. Потом. Здравствуйте. Она думает, я ругать ее буду. А я не буду. А почему я не буду? А почему я не буду ее ругать? Потому что человек боролся. Потому что у нее, она находилась в процессе становления. Прийти, не прийти, не прийти, прийти. Прийти, не прийти, не прийти, прийти. И вот она поборола эту тенденцию отрицательную. Не прийти. Пришла. И тут я на нее обрушился. А я с пониманием. Я же все-таки специалист по диалектике. Вот человек. Поборол. Это вам легко было. Вы так пришли и все. А человек как боролся. Вот кого надо вас славить. Ее. Правильно? Вот. Видите? Все хорошо. Как можно сейчас вообще студентов ругать? Вам вообще ничего не платят. Дневники, если платят, то же как можно их ругать, а не получать 1500 рублей? 1500 рублей получать. Я говорю, сколько вы проживаете? Недолго. Они говорят, неделю. Они говорят, неделю. Я говорю, ну вот. А у меня лекция раз в неделю. Значит, вот, ну, вот как бы я каждый раз прощаться должен с ними. Правильно? Правильно? Дневники. Дневники. Я прощаюсь с ними. Они все равно, как выживают, я не знаю. Я бы уже умер давно с такой стипедией. Потом, сколько сейчас написано, как похудеть? Ну, смешные люди. Спросите у студентов, как похудеть. Интервью. Идите, берите. Дети бесплатно вам расскажут, как похудеть. Или лучшего министра нашего образования спросите, как похудеть. Можете у Дворковича спросить. Дворкович выступал, он вице-премьер, и говорит, сам выучился, получился специалист в свое время. Неплохо живет, не бедный. И он, значит, заявляет, не надо платить стипендию. Молодец. Я, так сказать, я-то уже имею образование. Вам-то оно зачем? Вам-то же. А как я тогда... Сейчас, если у меня больше образования, чем у вас, я вот как бы над вами возвышаюсь. А если я не возвышаюсь, так вы, может, и сядете на мое место, и меня подсидите. Все же я враг себе, что ли. Поэтому, значит, думают, как бы это не платить. И еще и сделано так, чтобы досрочно ничего не сдавали. Вот вам можно досрочно сдать мне экзамен? Хотите сдать? Хотите, да, идите в диагноз. Не дадут. А я вам рассказываю, как у нас было. Приходит в деканат. Говорит, я хочу сдать... Ну, кому там? Иванова, Петрова, Попова. Какая разница? Кому хотите. Чего хотите. Любой предмет. Вы приходите в деканат. Вам дают направление на сдачу экзамена. Бумажечку с опотпися деканатского работника. Вы приходите к профессору, к доценту. Кто читает? К ассистенту. Какая разница? Ну, кто читает, там и приходите. Говорит, я вот вам. Вот у меня направление на сдачу экзамена. Вы договаривайтесь, когда вы будете ему сдавать. Он говорит, ну, приходите вечером сегодня, потому что у меня вечерник. Или приходите на следующей неделе в понедельник. Или во вторник. Вы приходите. Он вам дает вопросы. Он продолжает вести занятия. Закончили занятия. Он вас спрашивает, если вы ответили, а не ответили. До свидания. В следующий раз приходите. Вы снова можете прийти. Опять сдавать. Я так сдавал. У нас такой был. Роберт Анатолий Шмидт. Алгебраист. Я ему сдавал полторы недели. Каждый день. Он говорит, а можно я их снова передам? А сдавайте. Говорит, пожалуйста. У меня еще вечерники есть. Потом я вечером в одной. Потом во второй. Еще никак не успеваю я досчитать там квадратичные формы. А завтра у вас будет. У него много было занятий. И завтра приходите. И завтра сдают. Наши уже скоро контрольные у них. А я все досрочно сдаю. И сдаю. И тут день остался. А я все сдал. Я сдал. И пошел. Воплотный. Больше мне не надо ходить на эти занятия. Тогда следующий можно предмет. Второй, третий, четвертый. И потом там раз. И в расписании ничего не осталось. А вот вы будете так раньше сдавать. Так вы же, что раньше. И же всех нас догоните. А что тогда мы? Начнете все вот уже. Вот уже будете кандидат. Вам запрещено кандидатскую защищать? Какие-нибудь есть ограничения по возрасту? Что ни в коем случае раньше не защищайте кандидатскую. Ну, там всякие торможения есть. Потому что раньше можно было кандидатские экзамены сдавать. Ну, сколько кандидатских, столько и сдавайте. Я сдавал раз, два, три и все сдал в первом семестре первого года аспирантуру. Сейчас ничего подобного. Не больше двух экзаменов по приказу ректора. Спрашивают, зачем приказ ректора? Меня профессором кто назначил? Кто, так сказать, звание профессора, кто мне давал? Высшая аттестационная комиссия, Москва. Зачем еще приказ ректора, чтобы у вас принимать кандидатские экзамены? Зачем? Вот мы собрались, три человека, три профессора. Приняли у вас. Написали, отлично, отлично, отлично. Не несите, куда там оформляйте, чтобы мы приняли кандидатские экзамены. Нет. Вот первое вы сдали. Все это только тогда по приказу, только в этот день и никакой другой. Потом, чтобы кому было... Я не знаю, кому, чтобы было удобно. Вам неудобно, мне неудобно. Потом второй экзамен сдали. Хватит в этом году. Теперь вместо того, чтобы писать диссертацию, в следующем году вы еще будете сдавать. Я их четыре наделал. Придумали, когда я был в аспиранторе, я сдавал три экзамена. Но я сдавал четыре, потому что у меня специальность другая была. Я с математикой перешел, но это еще специальность я еще сдавал. А так три экзамена. Нет, придумали. Экзамен максимум. По своей же диссертации. Как вы думаете, я по своей диссертации сдам или нет? Экзамен. Все знают, что все сдадут на пятерку по своей. Потому что никто, кроме вас, и не знает вашу диссертацию. Вы... Ну зачем вот это делать, этот концерт, что мы сидим и смотрим, как вы говорите, с умным видом так сидим, такие строгие профессора. Но у вас есть научно-рководитель, вы с ним все это решили. Это вы выходите на защиту. Вы все это знаете. И зачем мне делать эту чушь? Это за экзамен. Придумали. А чтобы нас загрузить, нам нагрузка от этого. Мы сидим, нам пишут, что вы столько-то, все принимали экзамены, а не доски и так далее. Ну и так далее. То есть все это может быть. Поэтому, когда мы рассматриваем любой объект, любой там университет, факультет, институт и так далее, мы должны понимать, что в нем есть противоположные тенденции. Какие? Одна тенденция к развитию. Вы все краше и краше и краше. Ну и дальше уже не про вас. Все говорят молодая девушка, молодая девушка, молодая девушка, потом пишут, умерла старушка. Ну выяснилось это в конце, что она старушка. А так все было молодая девушка. Но вам это не грозит. Пока. И я же не угрожаю. Я просто вынужден всех информировать. Но вы и без меня это знаете. Ничего вам такого особенного. Но вы не сказали, ну я что сделал? Акцентировал на том, что есть два противоположных движения. И несмотря на это мы должны развивать и развивать и развивать. Почему? Потому что есть более высокие понятия, чем вот эти простые, которые мы взяли в становление. Есть такое понятие, как сущность. Вот у вас сущность какая? Вот вы животное или растение? Животное. Животное. У вас животное сущность или общественное сущность? Общественное. Во. Видите как? А у вас? И у вас. И у вас тоже общественное. Так общественное сущность. Это значит, что-то есть такое в человеке, которое делает его бесконечным и вечным. Потому что общество состоит из конечных людей и смертных. А общество бессмертно и вечно. А сущность у вас общественная. Никогда вас не забудут. Особенно если вы что-нибудь хорошее сделаете. Но если плохое сделать, то тоже никогда не забудут. Когда забудут? Если ничего не сделаете, тогда забудут быстро. А если человек какой-то вклад внес в общество, а всякий человек, который находится в становлении, как человек, он пытается, так сказать, подготовиться к тому, чтобы внести в развитие общества свой вклад. Каждый человек вносит вклад в развитие общества. Вот то, что вы сделаете для общества, то и делает вас вечным. Чайковский. Вот его играет произведение. Это что, интересно, как он завтракал и как он гулял? Или вот произведение. Что вы? Вот они и есть. Вот это Чайковский, вот его общественная сущность. Правильно? А Бетховен, другой композитор немецкий. Вам важно, с кем он встречался? Какие у него были, так сказать, с кем-то отношения? Или вот он оглохо писал музыку? Это страдание у него было. Мы все страдания, когда мы слушаем музыку Бетховен, мы слушаем не страдания, а мы видим какой-то голос мирового разума и общества. Ну и так далее. А или тот же самый Евклид, он как живой или нет, Евклид? В каком смысле? Мы его не видим, чтобы он сейчас завтракал, обедал, ужинал этот самый Евклид, который был в Древней Греции. Геометрию преподают же по Евклиду. Вы изучали? Ну. Треугольник и подобный. Знаете, что такое? Ну все, это Евклид. Живой Евклид, нет? Живет? Ну дело его живет, это вот то, что сделал, Евклид живет. А вас еще интересует, что вот он сейчас сидел бы и вот макароны ел. А что еще тогда? Вот что у человека еще есть? А дальше идет животное уже, правильно? А животное оно смертно, ну это умрет, а это-то никогда не умрет, что вы сделали? Скажем, вот мы различаем с вами талантливых людей и гениальных. Вы различаете, талантливых. Гениальные – это талантливые люди? Правильно? Все гениальные и талантливые. А все талантливые и гениальные? Нет. В чем разница? Ну вот, чтобы сразу, так сказать, резко поставить вопрос. Вот Гильдер – талантливый человек? Еще раз, еще не слышу. Он книгу написал? Вы книгу написали? Вы книгу не написали? А Гитлер? Я написал. Написали? Не написали? Покажите. Не сделался. Снова. А Гитлер написал? Майнкапп называется. Картину нарисовали? Ну, я в художку ходила в семье. А? В художку ходила в семье. Ходите. Я могу куда угодно ходить. Солку с меня никакой. Я вообще стихи складывать могу. И даже мне присылают. Я пишу им, дорогие товарищи, это не стихи. Это не поэзия. Это называется стихосложение. Например, когда Пушкин был в лицее, всех учились складывать стихи и изучали, что там ям, что хорей и так далее. То есть любой человек, который прошел в лицее, должен уметь складывать стихи. Но от этого он не становится же поэтом. Он должен иметь поэтическое мышление. Образ такой художественный. И легкая должна появиться, хотя там много-много-много труда. Короче говоря, ну Гитлер-то писателем был? Был. Так, дальше. Военачальник слабый был? Ну, вот сколько воевали? Четыре года воевали. Ну, как он? Не скажешь, что он слабый военачальник. Он же командовал этими армиями всей Европы в войне с Советским Союзом. Мы говорим, вот Сталин, да. Но Сталин еще более великий, потому что он победил. Но Сталин не врать его победил, а уже прижали к Москве. Поэтому, конечно, никак не скажут, что он не талантливый. Но есть такое изречение, что гения и злодейство несовместимы. Гениями злодеев никогда не называют. Нельзя сказать, что гениальный, конечно, человек про Гитлера никак не нужно сказать. Он злодей мировой. А гениальный какой? Значит, во-первых, он должен быть талантливым. И во-вторых, что требуется от гения? Не быть злым. А? Не быть злым. Не быть что? Злодеем. Ну, это слишком мало не быть. Вот если я что-то не сделал, я не ел картошку, не сломал вот этот компьютер. Что-то заслуги такие, что я чуть-чуть не разломал. Это да, я гений. Говорит, ну, гениально, никого не стукнул, ни у кого не своровал, ничего не испортил. Как-то мы гений так сильно принижаем с вашей подачей, между прочим. Вы из-за этого задержались, что ли? Вы там думали, кто такой гений? Ну, что-то вы такое обдумывание у вас легковесное. Или наоборот, слишком тяжелое, если тянет куда-то... Соверши что-нибудь великое для общественности. Что? Соверши что-нибудь великое для общественности. Вот. Вот. Вот это уже голос представителей этой специальности. Для общества великое сделать что-то, продвинуть человечество вперед. Если вам удастся человечество продвинуть в какой-то области, человечество вперед, неважно в какой, вот вы гений, но не удастся, извините, талантливый был человек, хороший. Мы вас помним, конечно, знаем, вспоминаем. Вот. Да, вот. И что мы вспомним? Вот. Поэтому, ну, а плохо такой солдат, который не хочет стать генералом. Вы зачем тут учитесь, чтобы, так сказать, стать великой или стать то, что и рядовой? Ну, может, не получится, но стараться же надо. А потом, какие бы человек, если человек прилагает какие-то условия и усилия, то он становится счастливым. И вот у Гегеля, например, есть понятие счастья. Вообще, поскольку мы о науке говорим, вот, ну, хорошо бы иметь счастливую жизнь, правда? Вы понимаете, какой вид у нас, какой у нас мир страшный, тяжелый, тут страшные противоречия. Как раз, и у вас нету, какое тут может быть счастье. А что такое счастье? В чем счастье состоит? Дать вам много-много съесть. Это несчастье. Лопнешь от этого. Потом расстал сеять, и будете ходить мучиться, как похудеть. В чем счастье-то? В чем счастье? Ну, экзамен сдашь, но это несчастье. Вот мне рассказывал Николай Павлович, француз, говорит, вот один человек шел и нес в авоське две бутылки. Бутылку водки и бутылку пива. Потом раз, он споркнулся, а не упало, взяк и там, разлилось. Он в ужасе. Потом смотрит, пиво разбилось, а водка не разбилась. И вот он рассказывает, вот мне было счастье. Вот как люди понимают счастье. Водка-то осталась, не разбилась. А вы как понимаете счастье? Вопрос о счастье поставлен. Ну, как вы понимаете, нас тоже не устроит такое понимание. Это их вот две пиоха, это устроит. Нас это не устроит. По-вашему, что счастье? Вы хочешь быть счастливой? Что это значит? Ну, философия-то, она должна отвечать на эти вопросы. Зачем такая философия, которая что-то ее спросит, она не отвечает? Что это такое за наука? Говорят, вот мы сейчас вам предадим философию, вы будете разбираться, свободно чувствовать себя. А где тогда эта свобода, если я не могу ответить на такое? Уже даже счастье уже не могу сказать, что. Что такое счастье? Что вы не хотите счастливой бы быть, что ли? Ну, это сложный вопрос. Да ладно уж, прямо сложно. Вот, ну, может быть и сложный. Вот что говорит Гегель. Гегель говорит, счастье – это соответствие своему предназначению. Почему говорят? Вот материнское счастье. Потому что, ну, конечно, вот, женщины хотят иметь детей. И разве дети не приносят им счастье? Конечно, приносят. И наоборот, как вот там, кого-то не получилось, не получается, как мучаются люди. Раз. А в чем ваше предназначение? Вы кто такие? Фиарщики? Ну, так пиарься хорошо. Если у вас получится, если вы будете соответствовать своему предназначению, куда вы пришли, то вы счастливы. А если у вас ничего не получится, то да, вы не счастливы. Ну, а чтобы получилось, нужно приложить же усилия. Поэтому счастье, говорит. Почему говорят, что человек – кузнец своего счастья? Вот, так сказать. Ну, как-то надо ковать это счастье. Соответствовать своему предназначению. А в чем ваше предназначение? Это в ходе жизни вашей выяснится. Также неизвестно, в чем ваше предназначение, правильно? Хоть я так с лету сказал, что вы будете президентом на премьере. А вот на самом деле, может быть, наоборот. То есть, может, я ошибся просто так. В принципе, правильно, но наоборот. А вас вице-премьером возьмут. Вместо Ольги Голодец. Ольга Голодец будет старая уже скоро. Все. Она тут додумалась, что надо пенсионерам не в баллах считать, а в зависимости от того, какая у кого была зарплата и сколько он проработал. Наконец они осознали. Старушкам рассказывают баллы. Еще реклама была такая, реклама продвижения. Эта девочка спрашивает у бабушки, а будет у меня балл? Ей бабушка говорит, да много, много будет баллов у тебя. Когда на пенсию будешь говорить, надо много баллов набрать. И вот такую рекламу говорит. Грустную такую рекламу. Девочки, она про баллы, а ей про баллы. И вот этот вот Голодец выступает и говорит, что надо это выкинуть, эту ерунду, эти баллы, а где вот это раньше было. Вот она, наверное, как порядочный человек, в случае я буду соответствовать понятию, хоть министр расскажу то, что надо, а то что за ерунда. Например, мы и такие поступки имеем в правительстве. Например, товарищ Максим Топилин, министр труда, говорит, надо переходить к шестичасовому рабочему дню. Кругом идет удлинение рабочих дней, а в дальнейшем к четырехчасовому. Он и на Петербургском форуме сказал. Но он сам не может это сделать, не может он министра нам это сделать. Но он все равно хоть сказал, что надо делать. Сказал. Как честный человек, а не то, что надо вот, как Прохор, что хотел, что вы 60 часов работали в неделю. А зачем ему это надо? Он у него и так работает 60. Он должен платить сверхурочные часы. А сверхурочные за первые два часа в полтора раза больше надо платить, а дальше вдвойнее. А если вам норму сделать 60 часов, ну так вы получите, как в одинарном масштабе еще, идите, заработайте на лекарства, и выйти болеть, вместо того, чтобы процветать. Так что вот счастье. Счастье это значит быть счастливым, соответственно, что это значит. Это так Гегель определял. А Маркс определял счастье так. История славит самого счастливого того, кто принес счастье наибольшему количеству людей. То есть, с чего вам это, с чем удалось, может бессонные ночи у вас были, мучения, там и то, и то. А вы принесли счастье наибольшему количеству людей. Значит, все люди, вы там будете говорить, да какой я замученный, вся такая и сега. А вы все будете говорить, какая она счастливая. Правильно? Почему? А потому что вот она вот сделала, и это все видят, что она сделала других людей счастливыми. То есть, общественная сущность человека проявила себя. Общественная сущность. Это не счастье. Это электронная почта. Все приходит и приходит. Потом целые ночи надо будет отвечать. А вроде нельзя не ответить. Человек написал свое письмо. Не в жизни терпеть не мог писать письма. А я только и пишу каждый день. Так. Ну вот видите, мы с вами, то есть, мы начинаем, то есть, рассмотрели категорию становления, вот уже с ее общественной стороны. То есть, становление должно быть применено и к обществу в целом, и к отдельному человеку. Так. Человек стал гением. Как он стал? Ну, во-первых, благодаря колоссальному труду и своим способностям. И еще благодаря тому, что он направление держал. Не возвысить себя, а сделать для общества. Потому что, если общественный человек, вот все гении, это не скажете, что это те люди, которые хотели обогатиться. Если мы начнем сравнивать, это что, самые богатые люди? Нет, никак не совпадают. Гении с самыми богатыми людьми. Правильно? Но счастливыми их назвать не могут. Ну, Чайковского вот. Все любят и исполняют. И исполняют. И конкурс Чайковского. И едут туда, и молодые исполнители этого. Исполнить Чайковского. И никогда это не умрет. Почему не умрет? Ну, потому что это навсегда. Есть такие вещи, которые входят в культуру навсегда. Кто-нибудь. Что такое культура, знаете, нет? Культура как бы все время находится в становлении. Она все время пополняется, 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 да? А что такое культура? Хотя культурологов спрашиваю. Я вот вам докладываю. Кого я не спрошу, спрошу этих конфликтологов, что такое конфликт? Не знаю. Узеологов, что такое музей? Не знаю. Историков, что такое история? Не знаю. Вы не культурологи, вы что меня спрашиваете? Мы не культурологи. Вы спросите нас про проявление товаров на рынок и про общественность, мы вам скажем. То есть вы от меня можете отбиться. А вот культурологи, они не могут отбиться. Ну, попробуйте сказать, что такое культура. Вы накопленные, со временем. Смогутность, атрибуток и смыслов, которые скопились в обществе. То есть, если я бросала очень много у меня дома, то это вот как раз я накопил атрибуты и смыслы. У каждого барахла... Вот здесь, вы знаете, если вот чемодан раскрыт, в котором я барахло хранил, там смыслов... Грубо говоря, это будут часть отражения культуры. Это культура, в которой вы жили. Ну, как же вы культуру через культуру определяете? Как вам не стыдно? Это логический круг. Культура, это вот такая культура. вы видите, что вы говорите? То есть, накопленное... Вот я набрал барахольщик, я вот, Плюшкин такой, он все собирал, собирал, собирал и набрал. Знаете, Плюшкин такой персонаж? Это вот, это и есть накопленная... Это культура. Самый культурный человек, все собирал, это барахло. И там смыслов... Вот все, любая вещь, это смысл имеет, имеет, это смысл имеет, имеет. Вот это смысл имеет. Ну, как же, вы же пьете из этой вопилки? Ну, это же часть нашей культуры. А? Ну, это же часть нашей культуры. Например, ну, вот, я не лекс, у них нет, вот эта культура. Видите, уважаемая, вы сначала определите, что такое культура, тогда мы сможем ответить на вопрос, часть это культура или нет. И я думаю, что ответ ваш неправильный. Но пока, вот мы еще не готовы к этому. Но скажите, что такое культура, и мы тогда скажем, это часть культура или нет. А как вы хотите, не сказав, что такое культура, решать, Это часть культуры. Вы какую культуру не делите на материально-духовную? Нет? Не делите материально-духовную? Делите? Есть материально культура? Вам не нравится, что она из бутылки пьет, а не из курдюка? Ну что, курдюк какой-то взяла, значит, с кожаной, делает из баранов. И она, значит, вот пришла бы, курдюк поставила здесь и пила. Это не элемент культуры, это раз. Во-вторых, скажем, вот если бы это не маленький такой был, маленькая бутылочка, надо было бы стакан какой-нибудь. Из этого можно пить и без стакана. А если бы была такая большая бутылка, она взяла бы в большую бутылку и стала бы пить. Это вы скажете, это не культурно. Правильно? Ну зачем делают маленькие? Чтобы это не было, чтобы они были уже приближены к чему? К одноразовому стакану. Это одноразовый стакан. Сейчас она выпьет и выбросит. А это достижение культуры, что она выбросит, оно будет 200 лет потом существовать. Мы умрем. Выбросит, она переработает. Не переработает она его, не рассказывайте. Вон они лежат. Сколько весит? Мы с вами уже будем. Ну если косточки от нас останутся, это хорошо. А это будет достижение, оно лежать будет. Франция уже отказалась от всей посуды, пластмассовой, полностью. Вот хохотали над бумажными пакетиками. Бумажный пакетик, это что такое? Это дерево, древесина. Он разложится и все. Будет удобрение. А это что? Это зловонная жижа будет через 200 лет. И газ будет, и черти что, и не будет страшное химическое соединение. Полиэтиленовые пакеты. Вы не видели кого? Привозят землю. Землю привозят, и от нее торчат полиэтиленовые пакеты. Они вездесущие, видите? Новая земля. Перегной. Какой перегной? Перегной. Или я вот выходил, когда мы были на стройке, на берег Ледовитого океана, в районе Норвегии, там, в этом месте. Весь берег усеян. Никого нет? Никого нет. Безлюдное все. Морские ежи, медузы, чайки летают. И все. Побережье вот таких, не в таких городах. Цветная бутылка больших и так далее. Все. Но это относится к материальной культуре или нет? Но вы никак нам не говорите, что такое культура, поэтому у нас с вами какой-то разговор сейчас не получается. Это вроде как у меня есть знания, у вас нет. Это нехорошо. Поделитесь тем, вы же профессор. А? Поделитесь им, вы же профессор. А вот я и дал, что думаю. Я же не просто так на пару пришла. Мне же надо себе как-то сказать, что вы профессор, и цену себе не набить. Как-то надо цену набить? Так-то ведь никак иначе не получишь. Значит, культура – это накопленный опыт человечества. Накопленный. Опыт. Опыт. Не вещи, а опыт человечества. Материальный и духовный. Это не то, что было. Если мы будем собирать все, что попало, там столько дряни было за всю историю человечества накоплено. Правильно? Дряни. Не надо собирать. Накопленный опыт человечества. Что это не надо делать? Вот, скажем, фашизм был нюрнбергский процесс. Это теперь в культуру уже вошло. Фашизм осужден человечеством. Что, пропал от этого фашизм после этого? Что у нас после этого не было фашизма в Греции, не было в Испании, не было в Португалии, не было в Чили? Было. Но и это человечество все равно осудило. Он уже... Опыт человечества состоит в том, что культурные люди относятся к фашизму отрицательно. А вот не с точки зрения политики уже и борьбы классовой, а с точки зрения уже культуры. Опыт уже показал, что даже для капиталистов выгоднее выборы. Выборы все дают хорошо, все будут, кто надо будет избран. Не надо волноваться. Не надо для этого иметь фюрера, потому что фюрер, может, кого не надо. Приклоп. Напопленный опыт человечества. Были газовые камеры. Некоторые говорят, давайте все, что было, занесем в культуру. Вы что, газовые камеры в культуру хотите занести? Которых людей сжигали. А в культуру вносится то, что уничтожать надо газовую камеру и этих самых преступников вешать, которые делают газовые камеры. Правильно? Вот что идет в культуру. Опыт человечества. Опыт означает, что извлечь должно, какой урок человечество извлекает. А эти уроки бывают в художественном смысле. Как изображать, как показывать в искусстве, в науке, что мы добыли оттуда. И уроки состоят, например, в том, что мы можем рассказать, что такое становление. А когда-то не могли. А был философ такой древнегреческий, парменитый, говорил, есть только бытие, а небытия вовсе нет. Часто люди уже культурные стали, если они внимательно всматриваются в это высказывание, говорят, вы же сказали, небытия вовсе нет. В вашем высказывании есть небытие. Правильно? Вот возьмите высказывание. Есть только бытие, а небытия вовсе нет. Правильно? Вот тут в этом высказывании сидит небытие. То оно есть даже в этом рассуждении само. А парменит этого не заметил. А был крупнейший философ, основатель, можно сказать, материализма. Бытие. Все есть бытие, а бытия вовсе нет. Так, во сколько у нас? Восемь из года. В 17.40 мы с вами. В 40. Мы уже с вами. А мы с вами сейчас сделаем перерыв. Раз мы тут немножко лежали. Это же как бы противоречит культуре, так сказать. Вовремя. Сейчас сделаем перерыв, а через 9 минут продолжим. А продолжите уже. А? Я не знаю. А, подождите. У нас уже все. У вас кончается. Да, у нас уже все нет. Ну ладно. Это мы вот съели. Зато культуру узнали, что такое. И несчастье. Это самое главное. Да. Вот видят, что вот тут есть люди, которые не хотят вообще прекращать. Пусть знают эти журналисты, которые придут сейчас. Спасибо за внимание. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok